Ола, амигос! Сегодня с вами Вакот, и сегодня мы играем в великолепную игру под названием Аворион. И, к сожалению или к счастью, мы сегодня одни. Феникс, к сожалению, сегодня не будет присутствовать, его корабль там себе стоит спокойненько под охраной дружественной системы, а мы с вами, ребятки, сейчас отправимся на одну очень странную и довольно нудную, скажем так, прям очень сильно нудную. Ну, для вас, конечно, это будет не так, потому что я это все вырежу, все эти полеты и так далее, но миссию, а именно миссию, я забыл, как она называется, сейчас, она называется миссия Исход. Что, собственно, эта миссия себе представляет? Она представляет координаты, которые мы можем находить в космосе. И в какой-то момент, когда ты их находишь, они сохраняются здесь много, там 85х, 1х, 72, игроки и так далее. Но прикол в чем? Когда-то, рано или поздно, ты найдешь две координаты с одинаковым номером, то есть я нашел прям первую координату с одинаковым номером. Это, на самом деле, очень круто, потому что это значит, что нам, в принципе, повезло. Надеюсь, единственное, что это не номер по порядку прыжка, который нам нужно будет делать, потому что, если это так, то нас, как минимум, ожидает 85 разных чекпоинтов. А это придется летать прям полдня, я вам серьезно говорю. Но, в любом случае, надеюсь, это все фикция, и это, на самом деле, не так, и это я просто себе придумываю. Но, в любом случае, летать нам придется капец как дофига, очень дофига. И вот я нашел координату Х, нашел координату У, одна будет минус 16 и 324. То есть, заходим на карту, я, понятное дело, уже это нашел, вот, минус 16 и 324, я прям в соседней системе, в красной, кстати, вот, немножко перерезал пару злодей, злодюжек, вот. Ну, и, в принципе, нам осталось только сюда прыгнуть, рано или поздно. Вот, то, что у нас происходит, тут у нас, в принципе, ничего сверхинтересного нет. Кстати, о боже, какой он быстрый, я его не догоню камерой, к сожалению, не догоню. Но, в любом случае, прикол в чем, я не знаю, почему эта игра делает так, что иногда, вот это, как в прошлой серии, были подлаги картинки. Причем, когда я записываю, подлагов нет абсолютно, они проявляются только, ну, собственно, на самой записи, и я уже ничего не могу с этим сделать. Поэтому, ребятки, я искренне надеюсь, что ничего такого не будет, но гарантировать я не могу, если это опять появится, нужно будет мне что-то все-таки менять с форматом записи, что, конечно, бы не хотелось, потому что, честно говоря, меня сейчас все очень даже устраивает. Ну, что ж, тогда предлагаю особо долго не заморачиваться и не томить, и все-таки отправиться в путь. На камеру. Так, куда нам там нужно прыгать? Координаты вот туда. И прыжочек. Как быстро. Миссия обновлена. Исход. Ну, я так понимаю, вот это буй. Да, это будет взаимодействовать. Маяк. Операция исход. Х минус 53. Игрек 200. То есть, 325. Что это значит, что нам дали еще, еще, черт возьми, одни координаты? Ну, хорошо. Смотрим, где эти координаты. И они всего лишь здесь. Всего лишь, черт возьми, здесь. Это мне минимум... То есть, так, получается, раз, потом где-то два. И только на третий раз я прыгну. Но прикол в чем? Почему я говорю, что это все полный пипец? Потому что... Хотя, вам будет круто. Вам, на самом деле, я вам даже немножко завидую. Потому что вы это сейчас все увидите. Во-первых, смотрите, маршрут должен быть рассчитан. Пока он рассчитается. Пока зарядится 36 секунд. Подождите, это сейчас. А вообще, в принципе, зарядка у меня происходит сколько? Какие-то предвидители 86 секунд. То есть, я смогу делать прыжок раз в 86 секунд. Это, конечно, капец. Так, это злодеи. Нет, честно говоря, даже лень их убивать всех. Никакие-то такие просто тут убитые, убогие. Что мне аж прям жалко их. Я, к счастью или к сожалению, нахожусь в секторах крайне слабых. То есть, далеко от центра. Поэтому враги тут абсолютно не моего уровня. Мне даже где-то, даже немножко жалко, честно говоря. Но пока... А, все, перезарядилось. Зачем я сейчас буду тратить зря время? Поехали. Следующий. Великолепно. Это будет... Я уже прям чувствую, как это будет сочно. Ну что ж, жду опять в 80 секунд. И это, конечно, капитально круто. Вот прям, вот знаете. И прикол в чем? Вот самый ужасный прикол, что, скорее всего, нам придется лететь очень далеко. То есть, если мы здесь, нам, наверное, придется куда-то сюда лететь. Это капец как далеко. И когда я прилечу на следующий этот буй, который у нас будет рядышком. Вот он, вот этот вот. Минус 53, 325. Мне тут еще один скажет. Лети дальше, братан. Удачи, хорошего настроения. Денег нет, но вы держитесь. И вот это я буду делать, походу, сегодня. Пару-таки часов. Потому что, вроде бы, по 86 секунд ждать перезарядки. Но прыжков-то нужно делать, на самом деле, много. Я вот только, кстати, знаете, что подумал? Пролетела мне мысль в голове, чтобы поставить ускоритель джампа. Другое дело, что у нас особо хорошего ускорителя джампа нет. Он стоит на корабле Феникса, второй. А вот есть еще один. Дальность радара. На хрена мне дальность радара? Перезарядка энергии. Что это вообще? Квантовый гипердвигатель? Чего? Чего? Ладно. Окей. Хорошо. Есть синенькие. Дальность прыжка увеличена на 3, 21. Вот этот мне нравится. Что ее поставить? В принципе, вместо магнита. Магнит мне сейчас явно не нужен. А вот дальность прыжка, конечно, хотелось бы. Хотелось бы. В принципе, можно прыгнуть в зеленую систему. Может быть, там будут врата, которые помогут нам продвинуться. Хотя это уже не имеет смысла. Потому что, по факту, мы довольно близко. Нам остался один прыжочек дождаться, чтобы... Короче, это будет долго. Вот я прям вам точно говорю, что это будет капец как долго. Так, параллельно можно будет, конечно, продавать какие-то фигни, летать в системах. Продавать говно, которое у нас просто туча. Но это, честно говоря, выход такой себе. Скородать время получится. Ну, что прям... Сильно? Так нет. Так, ну... Ладно. Так уж и быть. Давайте мы сейчас с вами вот долетим до этой точки. Получим много картины. И на этом я, наверное, скипнул сразу до того момента, когда я прилечу. Я, честно говоря, не знаю, куда мне лететь и как долго я буду лететь. Но весь маршрут по точкам, я думаю, вы поймете. То есть, грубо говоря, мы начинаем вот здесь, возле красной точки. И у нас заведет судьба злодейка. И как далеко... Что это такое? Стоп. Нет, все правильно. Минус 53. Это сюда. Это, походу, какая-то фигня. Синобедствия. Да, операция исход. Все правильно. А то я уже, честно говоря, немножко испугался, что я не тогда полетел. Это было бы, на самом деле, крайне опрометчиво и глупо с моей стороны. Но нет. Все-таки я не лох. Поэтому 16 секунд ждите. Я знаю, что вы уже тоже хотите, чтобы это скорее закончилось. Но у вас это сейчас закончится через, грубо говоря, через 40 секунд, через 30. А у меня это закончится через... Прямо аж интересно. Сейчас даже посмотрю, который час. 10 часов вечера. Окей. Предположим. Хорошо. Давайте мы получим следующие координаты. И... Закрыть. Надеюсь, я вспомню через эти часы. Посмотреть на часы. О май гад. Кайф. Просто кайф. Кайф. Деньги. Прошло... Какие-то всего-навсего 75 минут. Всего лишь. Всего лишь. Ну и я, на самом деле, ну, прыгал как. Чуть-чуть. Вот тут парочку раз... Потом тут встретил небольшой кусок говна, который мне пришлось облетать через низ. пролетел его сюда тут тоже быкой этот я немножко дальше летел тут я уже не помню где останавливался почему-то не сохранила точки летел летел нет или а вверх летел нет я вверх летел да все правильно делаю вверх вот отсюда вверх потом вот как то вот так потом вот сюда потом тут прилетел опять этот сраный разрыве к блин капец на его облетает прилетел облетел его летел сюда залетел сюда летел не помню куда дальше тел налетел куда-то сюда потом залетел сюда потом опять к это залетел сюда ну и как обычно все таки я долетел до этого блин капец я просто ну и собственно я наконец-то прилетел в какую-то систему и мне кажется это та самая последняя система потому что это необычная система то есть там где раньше были просто маяки сейчас просто выборе кусок куски обломков и вот маяк и он называется уже не просто там маяк или что такое именно коммуникационный маяк поэтому я подозреваю что нам прям сюда и надо что мы на месте так коммуникационный маяк установить соединение шум это эта штука работает что кто это вы часть операции исход операции исход да да но и и нет если то я не понимаю мы не принимали участие в этой операции это были наши предки что такое операции исход операции исход была самой большой миграции какой видел эта галактика когда мы поняли что сдержать зотомцев невозможно то решили бежать они подходили все ближе и ближе к нашим родным сектором поэтому мы на и мы и наши союзники решили отступить и выбрать новую стратегию мы поняли что зотомцы расширяют свою территорию с центра поэтому лучшим вариантом было уйти на ее край мы надеялись что это даст нам достаточно времени половина галактики присоединилась к нам мы начали готовиться тогда они напали не знаю было ли это совпадением или продуманной атакой однако начали проявляться подпространственные разрывы они разорвали галактику на куски миллионы жизни были прерваны исчезли целые сектора настоящая бойня кстати вот это те говняные куски разрывы как через которое полететь не мог ненавижу их вот а самое худшее мы не видели ни одного затонского корабля альянс был разбит и из плена возникло сотни новых фракций мы уже прошли точку невозврата вложили все свои силы в операцию исход но она была организована слишком большой спешки все шло наперекосяк мы даже не могли договориться куда нам лететь наконец-то пришел момент когда ждать дольше было уже нельзя мы ушли оставив перед передачки тем кто пойдет по нашим стопам а теперь мы живем здесь хорошо так почему вы здесь живете где ты что это за место как победить зоронцем не нужны давайте почему здесь живете мы были разобщены деморализованные слабым наши самые большой надеждой было то что люди во внешних секторах знали об этом большой конвой вроде нашего был довольно трудно спрятать нас постоянно атаковали из-за наших технологий кораблей и оружие мы долго саде сдержали сдерживали их силы но в один прекрасный момент мы проиграли наши двигатели были уничтожены теперь мы занят застряли здесь а теперь мы живем здесь слишком много слова здесь прям будто бы я сочинял диалог ладно где ты мы обыскали все эти обломки я никого не никогда бы не подумал что кто-то придет сюда мы установили передачек но не предполагали что кто-нибудь его действительно активирует нас много и в других стран секторах но увы мы не можем с ними связаться а теперь мы живем здесь как это заманал меня мы живем здесь почему вы здесь живете думаю смысла спрашивать нет что произошло кто ты мы потомки хаати наши предки жили около центра галактики ого ты уже хорошо что произошло несколько дней назад центре галактик появились новый вид за танцы это далеко не первый раз когда мы встречали иной вид со времени со времени со времен взлета технологии протеологического прогресса 6 около 600 лет назад все имели доступ космическое путешествие так мы и колонизировали космос зубцы были другими холодными беспощадными как машины их не интересовали другие народы они даже не отвечались на попытки связаться не просто появились и занимались своим делами а потом начали жатву они пожарили все астероиды корабли некоторые говорят что даже целые планеты после долгих боев мы осознали что бессильны не потому что они непобедимы мы выигрывали сражения но они продолжали наступать из центра галактики все больше и больше они просто задавливали бы нас числом единственный выход остался отступление поэтому была основана операция исход а теперь мы живем здесь как он там и какой-то мемасик а теперь мы живем здесь окей как победить за танцев за таких кораблях нет ничего особенного они сильны победить их в бою вполне реально основная проблема состоит их количестве необходимо остановить их прочитать мы не знаем как это сделать и откуда они приходят на в ходе сражений смогли накопить некоторые фрагменты их технологий вы можете взять немного если надо нам это все равно не нужно мы нашли один из артефактов обломках неподалеку так что смотрите в оба а теперь мы живем здесь ладно и артефакт ты мне куда-то его скинули или как не понял я сюда летел чтобы получить артефакт где артефакт так может так пацаны эй у не заставляйте мне вас тут час просто в кашу перемалывать артефакт давайте я сюда не так что просто так летел так протон и абсолютно не смешно шакалы где мой артефакт вот ведь уроды так да 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 я понял тебя хара хара что это что произошел говняж ты мне артефакт да и эй вообще-то вообще-то как-то не солидно я чуть прямо сейчас расстроился точнее может быть конец правда остаться без ничего просто так это же это же это же несправедливо правда этого не может быть и может просто его не вижу я точно его не вижу где-то летает рядышком я его не вижу все так правда все так или не просто мне его подождите стоп может они мне просто в контейнер кого я обманываю не те го станции из агонита о май га реально это вообще законно так мы сейчас даже попробуем побурить я не дает ничего на на хотя бы станциях сломаем уроды да агонит действительно 4 мне от этого не легче потому что собственно я сюда не за станции не завидом полетел капец и не могу поверить что чего ничего здесь нет абсолютно ничего не выпало нигде у меня все фиолетово мне кажется что вот она вот он нет ничего нет это все тоже не она вся жизнь обман блин ну как так то но что миссия забаговала может может нет у меня прям там у меня прям как-то жопа горит жопа горит тихо 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 я потратил полтора часа ах ты тварь вонючий говно собачье вот ты где лежишь вот же писька собачья нет нет я бы так просто не отступил вот это все переработал в говно чтобы собрать эту штуку так теперь вопрос внимание вопрос что это говно мне даст так хорошо мы получили эту шнягу теперь давайте посмотрим какой бонус она дает на самом деле мы ее все равно ставить скорее всего не будем потому что она приведется в будущем так он просто понимает функцию ключа он по факту нам не нужен ну и слава богу и слава богу да ну что ж ребятулечки тогда я пошел обратно ух житие мое это будет кайфовая дорожка обратно но ребятки я это вам показывать не буду я наверное это даже не буду делать сегодня я манал честно вам говорю я манал это все делать это это того черт возьми не стоит поэтому я наверное назначить копчик сделаю вот трениум на ядро давайте вот так вот так вот так вот еще так и по идее сейчас могу прыгать намного дальше потому что это конечно все прекрасно уютно налететь миллиард прыжков чтобы потом получить одну говняную штуку которая тебе пригодится один раз за всю игру это конечно ладно а хорошо давайте будем объективные тут было еще довольно интересный сюжет то есть мы узнали откуда берутся зотомцы кто эти такие точнее мы в принципе ничего не узнали мы просто узнали что это злодей окей в принципе я догадывался у меня были такие предположения что это злые дяди ну ладно так уж и быть притворимся что это того стоило на самом деле нет нет ни капельки абсолютно но в любом случае спасибо что вы смотрели надеюсь вам понравилось как это понравилось мне на самом деле шучу нет если бы вам понравилось так как отправилось мне вам бы не понравилось потому что это боль это пытка была вот но на то она и самая тяжелая миссия в авориане ну и все смотрите на эти видосики подписывайтесь на канал всем удачи и адьос